В Красной Поляне настоящая зима, идет мокрый снег, но несмотря на это родители идут и идут в поликлинику, ведь в обычное время кроме педиатра здесь никакие специалисты больше не работают. Врачи в Красной Поляне ждали долго. Если ребенок заболел, родителям приходилось на обследование везти его в центр Сочи. А сейчас все специалисты в одном месте. Саша Авакумова только исполнился год. Участковая медсестра позвонила поздравить с днем рождения и пригласила на осмотр. Так его мама узнала про акцию здоровято. Она нам сказала, что проходит акция и что мы можем приехать в нашу поликлинику, пройти всех докторов в одном месте в один день, что очень удобно. Мы, естественно, воспользовались этой возможностью. Она нас поздравила с днем рождения, оказала внимание. В общем, нам было очень приятно. И хотя в коридорах аншлаг, родители не жалуются. Детям весело, музыка, сладкий стол и ростовые куклы. Мария Ступицкая в поликлинику привела своего двухгодовалого сына Семена. Жалоб на здоровье нет, но плановый осмотр, считает, мама не повредит. Желательно, чтобы каждый год у нас организовывалось такое прохождение врачей. Это нужно, потому что мы проживаем в Красной Поляне и далеко добираться до центральной больницы. Очень удобно, хорошо все организовано. Они здороваются с олимпийскими мишками, зайчиками. Очень интересно. Также дают им сок, конфетки. Врачи давали консультации по здоровому образу жизни, правильному питанию, говорили о вредных привычках и профилактике заболеваний. Готовили памятки, как предотвратить отравление, ожоги, ухозы и многое другое. В больницу пришли не только мамы и папы, но и заведующие детским садом. Чтобы они были здоровы и чтобы все заболевания, которые скрыты, возможно, были выявлены и оказана помощь специалистами. Поэтому мы в этом заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы. Поэтому я здесь. Во время акции в больнице работали невролог, уролог, офтальмолог, лор, хирург, ортопед, стоматолог, гинеколог, а также нарколог. Подростки при необходимости могли проконсультироваться у врача анонимно. Весь спектр детских специалистов узких мы сюда привезли. Поэтому дети, которые проживают здесь в Красной Поляне, за один день сейчас проходят практически всю диспансеризацию. И могут пройти тех специалистов, которые им нужны для каких-то своих целей. Допустим, идти в детский сад или в школе, или по состоянию здоровья. Акция на этом не закончится. Это только начало. Здоровята отправятся во все населенные пункты Большого Сочи. Следующая остановка автобуса здоровья в Дагомысе. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...